Так Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Находится один саппорт и мидер команды, банятся три керрии, это ЦК, Алхимик и Тинни. Тинни сейчас на турнирах никогда не выступает в роли саппорт, он выступает в роли керри. Банятся Клакверка, и ребята с расчетом на то, что первый пик они забирают себе банить Клакверка, забирают Бэтрайдера. Вот. Бэтрайдер. Бэтрайдер будет, скорее всего, лесной. Ставят они в хардкере команды Пауэрранжера, скорее всего, на фрифарм, ну и либо, если у Пауэрранжера будет довольно-таки агрессивная трипла, то, может быть, Хардлайнер пойдет в Изи на фрифарм. Можно, допустим, взять того же БХ, чтобы он быстренько выформил шестой левел и начал гангать под треками. Вообще, шикарный контрпик Дестройер, это как раз Никс Ассасин, не знаю, заберут ли его ребята. Он сейчас ни в бане, ни в пике. Ну, в пике, но нет ни у кого, можно забрать. В принципе, он неплохо зайдет за саппорта. Понятно, Разор уже не в мид, Шторм идет в мид, окей. Но все-таки было бы неплохо допикать Никса. Он очень хорошо контрит Дестройера. К тому же, Дестройер обычно входит в миг, и первым, что не тарят, это Транквилы. Затем сразу же Мяку, пересобирая ботинок. И БКБ не скоро появляется, потом обычно Форс Став, а потом уже БКБ. Так что, было бы неплохо давать там Моноберн, Дестройер бы с него неплохо проседал. Но ребята забрали именно Шторма. На них есть еще один пик, во второй стадии. Ждем последний пик, во второй стадии, от команды Дузы Гейминг. Ребята, мне необходимо взять Хардлайнера и еще одного саппорта. Нет, подождите, фу ты, Хардлайнера. Надо взять Хардкерри и саппорта в Триплу. Ну, по скилу, по скилу, вроде Дузы Гейминг должна выигрывать команду Power Rangers. Давайте займем на Дота 2 Лаунж, посмотрим, какие коэффициенты. Ну, да, 67% за Дузу Гейминг, 33% за Power Rangers. Не знаю, кто доставил, рарочки или нет. Ребята, неплохие. Читаю ли я ГГ? Да, конечно. Ну, ребята, читаю чаты именно после игры, либо в такие стадии пиков, там, манов могу сворачиваться. Во время игры чаты не могу читать, потому что сейчас небольшие проблемы с интернетом. Не могу вывести на второй компьютер, чтобы мониторить чатики. С завтрашнего дня, думаю, этот вопрос исправится. Завтра должны приехать монтажники и починить не все. Тогда уже смогу читать чаты во время игры и общаться с вами именно во время трансляции. Не сворачиваясь, не отвлекаясь и так далее. За кого нам болеть? Ну, мне вообще, как комментатору, нельзя ни за кого болеть. Нужно быть нейтральной стороной и оценивать шансы обеих команд. Но я почему-то, почему-то все сейчас топят именно за Дуза Гейминг. Ребята очень хорошо себя показывают, в чём-то того, что они впервые на Старладере. Даже кто-то их называл ранними альянсами. Ну что ж, допикывают они в ВД. Хм, ВД. Маледикт. Колбочки, Маледикт. Ну, кстати, если в Маледикт будет проплывать плюшка висажа, это будет очень больно. Маледикт надо татамаксить. Ну, на баночке, на 1 прокачать. Главное, баночкой цепануть, навесить Маледикт. Там уже надо как-то доковыривать. Посмотрим, кто будет у Дуза Гейминг на роли Хардкерри. Виномансер, второй субпорт. Я так понимаю, будет Вис Прейзер Виномансер. Хотя, блин, ну... Вис Прейзер Виномансер надо именно связывать с таким героем, который либо прыгает наперед, либо к себе притягивает, потому что надо как-то ловить под тизер, а как ты поймаешь с разором под тизер, это надо пешком обходить. А пока ты опадешь, ты словишь и банки, и Маледикт, и все остальное. Банится Мюкс. Ну, понятное дело, пост против Дестра. Охо-хо-хо, вы посмотрите, Слардар. Ну, это жестко будет. Я как понимаю, основной расчет будет на... Демодж от Дестра, именно от его арбов. Ну, Слардару быстренько даггер выформить. Просто, представляете, вырыв стан. Там быстренько подскакивает ВД. Маледикт. Воу! Так, вот оно что. Ну, вот это вот шикарная связка. Тогда что у нас получается? У нас получается Висп, Виноманстер, Урса, идут у нас триплой, шторм идет в мид, а разор... Не знаю, Харлайнер, а разор как-то херово. Что он сможет-то? Ничего не сможет. Стакки в лесу фармить плазмофилдом. Ну, посмотрим. Ну, что ж, ребят, напоминаю то, что... Если кто-то пропустил сегодняшние игры, сегодняшние трансляции Старладера, запись уже будет к утру выложена на моем канале на Ютюбе. Слэш Тиран1. 5 секунд remaining. Ну, что ж, сразу вардить. Выставим свободную камеру. Блин, слишком громко, мне кажется. Хотя нормально. Ну, тут тоже командор в полном сборе. Он даже не знаю, как будет сильнее. Мне кажется, все-таки, ПР-ы, за счет того, что у них есть гель, у них есть плазмофилд, побольше деможи, что есть у дозы, у дозы есть банки и стан с лордара. Может быть, тут бетрайдер нас так и... ДАЛАДНО! 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 Под фонтан ФБ за командой доза гейминг. Бетрайдеры со слордаром пытаются жить как-то каким-то образом. Еле-еле уходит бетрайдер, но... ПОГОНЯ за рейзером. Если что-то осталось, неплохую плюшку отсуну вон. Диспу. Тут детство пытается просто с руки налупить неплохо. Надо это делать, забирает. Штормат 2-1, пока в пользу команды дозы. И 2-2. Вот это жесткое начало. Вот это экшен, товарищи. Ну и, скорее всего, вот это тоже не уходит. Будет пробовать отдаться крипам. Но крипов-то еще нет. Натается только на 10-й секунде. Ну и даблкил за рейзером. На 0-й минуте у парня практически 2-й левел. Не знаю, будет ли вторая попытка забрать Рошена Урса уже здесь. Ну тут Рошен-то не на стакан. Пробуется как-то хилить. Есть еще одна фласка. Ну, Рейзер-то идет с мид. Это понятное дело, пока что на фрифарме бетрайдер. Ребята, если сейчас зафармим все-таки Рошена... Ребята, ну на Скорлаторе такое не канает. Опять же, фласку дают виспу, чтобы насилие Урсу. Ну, что-то осталось тут пару тычек. Нет, нет, нет. Урса, а жить. Перетанковывается. Переаривается. Рошена-виспла. Ну и забирают Рошена. На первой минуте получают левел необходимый. Ну и тут тоже можно гангнуть. Можно уже еще вместе с виноватером. А у него маной нагель нету, а я яшеньки. Так, ну небольшое преимущество все-таки за ПРМ. Сразу не получили галдишки. Урса вообще неплохо так получил. У него второй левел, у него 900 галды сразу на руках. Ну вот, ловить таких вот сладаров вместе с ВД. Тут два стана, плюс еще плюшка от висажа. Там висп просто рассыпаться будет отнесенного демеджа, если попадет под стан хоть под один. Так, Разор. Разор будет, скорее всего, без маны. Он будет по КД в Астрале. Ну и будет пробовать потихонечку перекачивать демедж у Дестроера. Быстренько еще принесет себе ботл. Так, дайте еще раз проверю. Микрофон включен? Включен. Запись трансляции идет? Идет. Все хорошо. Так, нурса с ботинком, это понятное дело. Ему главное догнать. Хотя с виспома это не так уж и тяжело. И все-таки нельзя особо ПР-м сейчас агрессивничать. Даже с чем того, что у них там... А, вот, ВД, что тут загулял в стан. Пошла банка. Прилетает на Урсевичу. Ну, и Урсевич теряет Рошан. Тут еще виномастер, скорее всего, получит. Потеряли Аегу. И уходят. Так, ну, ВД надо домой идти, либо банку себе нести. Есть какой-нибудь банка? Нет, ни у кого банки. Ну, говорю, вот так вот врываешься, Урсы с виспом, да? Получаешь стан, получаешь второй стан. Прилетаешься под фонтан. Так, висп пытается как-то подрегенить виномастера. Отпивается флаской. И себя регенит, и виномастер регенит. Ну, Урси нужен даггер. Чтобы просто под тизером... Ну, прыгать на даггере. Там на тизере уже висп связывается. Оппонент получает стан. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нету маны на тизер. И геля нету у виномастера. Хотя саппорт где-то рядышком тусуется. Как там дела у Соло лайнеров У Шторма тем временем 12 крипов У Бэтрайдера 20 Бэтрайдеры сейчас будут уже транквилы В скором времени В миде Разор 18 У Дестройера всего лишь 6 крипов Так, ну а внизу опять драка Неперестающий экшен Опять же попадает по тизер Сельд Неплохо так Мурса наковыривает Но посмотрите, еще тычку надо сделать Сейвит ОВД Подступил чуть-чуть, тут 36 кп как раз на плюшку Попадает тут уже Висадж под тизер Замедляет, ой, 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 а тут уже ВД не выжить Да, Веномансер воюет с Висаджем Мурса догоняет, забирает, даблкил Нет, не даблкил Подождите, кто забрал Висп забрал Висп забрал ВД Ну и тем временем фейзы и уже маска купленная Замашка на Владимир 5-3 в пользу команды Пауэррэнджерс Ну, Ду сейчас надо аккуратно играть Нельзя ему, понятно, я и говорю то, что Висп, трепла весьма агрессивная Висп еще докупил себе боттл Так что Урса будет постоянно с хп, постоянно с маной Очень агрессивный пик у команды Пауэрэнджерс Ну и на этой агрессии могут затащить Ну хотя Урса контрит с обычным госскипетром Чего там сложного нету Ого Цепанули здесь Висаджа Без Урсы, молодцы ребята Получил маледикт Урса врывается, ничего не делает И пауза Урса вылетел Ой, как вовремя Ой, как вовремя Подставной Ну а тут я думаю, почему он не дал Клэп-то Можно было бы Расковырять Висаджа Да, как всегда не вовремя Ничего не скажешь Ну что ж, ребят По Москве Пол Двенадцатого А мы смотрим последнюю игру на сегодняшний день Старландер Так, что у нас в чатиках Так, на СК2ТВ Своя атмосфера Да, ребят Не забываем подписываться на канал Оставлять комментарии к стриму Ну а все необходимые ссылки можете найти В описании Ну или животные картинки Вот слева вы видите Группу ВКонтакте Твиттер И канал Ютуба Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту- На, что-то у Урсевича там задодосили походу Дальше что ли пейки подсылаю пока В обучатик Субтитры сделал DimaTorzok Что-то вообще проблема у Урсевича Брат что ли за комп не пускает Нет, ребят, микрофон я не выключаю Да, не забываем приобретать премиум на трансляцию На премиуме идеальная картинка Full HD без рекламы Такое ощущение, что вы смотрите Dota не через стрима Есть клиент Что там с сетом Ребят, сет будет разыгран после игры После завершения матча Dota Gaming против команды Power Rangers Будет разыгран сет Не волнуйтесь Ну, давайте Тихлус Пацаны Давай, давай Я за Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Сразу вырыв на бэтрайзера, посмотрите на фейзар. Ну, неплохо так не сосал-то, 170 демидж, 177 демидж с руки. Если дестрой попадет, хлыстом по щам схлопочет неплохо. Шторм пока что на фрифарме приносит к себе ботол. Так, в это время Угурс возвращается вместе с виспом, но сейчас отправится обратно домой. Ничего страшного. Ну, не знаю, сейчас вот немножко еще выферми. Дуза Гейминг сейчас еще чуть-чуть выферми свое. Мне кажется, начнется она у Корнава. Допустим, вот бэтрайзера осталась в Деггер, что-то голды. И там уже начнутся вырывы, допустим, того же дестройера, да, там. И бэтрайзера на Рейзера уже точно не будет уходить. Он может, конечно, попробовать перекачаться и, там, насколько он будет жить, попробовать, там, раздавать. Ну, скорее всего, отправиться быстрее под фонтан, стоит на файерфлайе. Если будет панцевать на фейзах, то это будет... Ну, разорно-хитрание не то. Это не то, что нужно в команде Power Rangers. Можно, конечно, и штормазы бабахать какого-то, знаете, такого семикера. Ну что, врыв на дестройера сразу прилетает сюда и висп. О-о-о-о, как больно, как больно. Ну, тут вот главное сейчас Пэтрайдеру Деггер выформить. Это что? Кураж. Ну, Слардар в роли Керри, у которого ботинер в 10-й минуте, это, конечно, не очень хорошо. Не знаю, то, что очередной Рошан через минуту. Аур, состоит, курит бамбук. Ну, кстати, тоже неплохое преимущество. Забирать Рошана по КД. Плюс 200 голды каждые 10 минут. Это такой супер-слов-мидас. Так, в это время забирают Т1 в топе, сразу летят в бот. Насколько я понимаю, да, врываются они здесь на ВД. Попадает он под тизер. Тут еще пытается забрать Висаджа, но тут под фамильярами он сам отваливается. Но все-таки два в один размен. И забирают одного фамильяра, второго уже не забрать. Так, в это время в миде. Виномансер. Виномансер по лайнам скочит. Еще один семи-керри. Так, у Бэтрайдера. Ну, все, у него сейчас он добьет карет. Сейчас, вот, все. Вот он, Даггер. Долгожданный. И уже можно что-то пробовать. Какие-то ганги устраивать. Очередной Рошан. Я думаю, Дуза Гейминг должны об этом догадываться по таймингам. И можно, кстати, как раз вот с наличием Даггера у Бэтрайдера попробовать что-то намутить. Ну, что-то не хотят. К тому же у Бэтрайдера маны мало. Ему бы боту какой-нибудь там, у Бэтрайдера. Да, Рошан уже упал. У меня Синьпень и Оегу отдают шторму. Это лучший претендент на данный момент. Мы посмотрим на стату. Ну, вот он, первый Рошан. Сразу преимущество выиграли. Взяли. Вот, по голде аж за пять тысяч. Шикарные врывы, посмотрите. Полетели банки. Отправляется под фонтан висп. Выбили Оегу. Дестер все еще жив, но рассыпался. Пытаются еще забрать шторма второй раз. Но не получается. Ну, два в один размен. С учетом того, что под вышкой Бэтрайдер еле-еле живой. Каким-то чудом ушел. Селедки что-нибудь на жир купить. Ну, Вангвард, конечно, сейчас не очень любят собирать. Любят собирать сразу Тараску. Ну, Вангвард, думаю, тоже бы не помешал. Вообще, по-хорошему даггер. А ты же еще висп летит. Проблемы у Слардара. Притягивают. Банки полетели. Тут вот приходит Урсевич. Отправляются в Астрау. Виспа проблемы. Большие. Нету виспа проблем. Нету виспа, нет проблем. Маледик на Урсевича. Падает Фамиляр. Прилетают души. Отправляются под фонтан. Два в ноль размен. Погоня. Если нету лассо пока что, Бэтрайдер и КД 25 секунд. Можно было ворваться, спонуть Разора. Также затащить его под вышку. Отправить его под фонтан. Ну, увы, КД. Так, у Дестра пока Мекой даже не пахнет. Даже не попахивает. Ну и в принципе у всех артефакты довольно-таки слабенькие. Ну, как всегда по ботиночку. Вот только Бэтрайдер остановит. Транквилы и Даггер. Ну вот есть лассо. Пошел Файрфлай. В Астралии Разор. Цепляют. Сразу пошла сетка. Пошел Плазмофил. Ульт там. С Лордара, ну и на Файрфлайе Разор сгорает. Не знаю, сколько еще будут бороться с Power Rangers на самом деле. Но это, ну, Беспонд. Ребят, ну серьезно, Беспонд. Шторм, правда, на фрифарме на данный момент. Заберет он сейчас, скорее всего, вышку. И у него должно похватить как раз на Аршид. Если, конечно, он сможет законтролить вышку. Но по поводу того, что игра идет 4 в 5. Ребят, напомню то, что команда Кайпи 4 в 5 выиграла у команды Эмпайр. 4 в 5 они смогли выиграть. С учетом того, что даже Эмпайр был старый состав. Где был Габлак, Сайлен, Скандал. Старый состав. Это, кстати, вроде была последняя игра старого состава команды Эмпайр. После этого, наверное, вообще был какой-то дисбант. Ребята рассыпались. И, кстати, вот тогда 4 в 5 ребята выиграли именно Урсой. Но я, правда, не помню, кто там отвалился. Там, кажется, отвалился Виномансер. Можете загуглить. Кайпи против Эмпайр. Я думаю, вы найдете эту игру 4 в 5. Я, правда, даже не помню. Ну, там, кажется, где-то на 20 минуте кто-то отвалился. Не так, как здесь. На 8 или на 10. Ну, Урсу будет периодически врываться. Под чем-то. Посмотрите, какой забор из змеек. Шикарно. Так, Аршид есть. Штарм продолжает фармить. Ну, Штарма можно раскачать в кере. Можно. Конечно, не такого, как курса, но все-таки. Ну, пытаются контролить Урсы, 2 700 денег. Не знаю, можно даггер купить. Ну, это, опять же, кто первый в драке рассыпается, кто-то будет контролить Урсу. Ну, или даже, знаете, как вот, может на кого-то байтить, допустим, отдавать того же Веномансера. Да, Веномансер быстренько прыгает на Урсу, начинается драка. Вот, смотрите, ворвается. В Дестроя сразу Аршид врывается. Ну, слушайте, они реально могут... Блин, а что я это наговаривал-то на БРов? Ребята могут выиграть. Не сдавайтесь, пацаны. Я слишком... Шикарные банки. Я просто слишком пессимист. Ой-ой-ой, у Рейзера опять проблемы. Словят Аршид, ловят гель. Здесь Бэтрайдер, неплохая ульта от ВД. Отправляется Разор, отправляется Шторм. Ну, Веномансер, я не знаю, будут за ним гнаться или нет. Неплохая такая плюха. Фамильяры летят на ход, пошел за Медлоев, Кураж. Еще одна плюшка. Не знаю, Фамильяры должны забрать, нет, Фамильяры надо рассыпать. Прилетает обратно Шторм. Здесь уже и Урсевич вместе с Виспом. Блин, я не знаю, ребята, тут реально качели. Даже с учетом того, что ребята 4 в 5 играют. На самом деле, когда вас обыгрывает команда, которая играет в четвером против пятерых, это так дезморалит. И вот такие, знаете, грамотные мувы, когда ребята просто убивают. Можно и на минус морали проиграть сейчас. 3-4 стола Урсевича. Нему еще Хекс собрать. А еще и изи. Да, Разор бы тоже БКБ не помешало. Ну вот, будет у Разора БКБ. И навряд ли ему сможет кто-то помешать вообще. У вас, ну как это цепанули-то Шторма. Фаст Стан. С Лордара. А, ну да, с Даггера ворвался. Шансов мало, но... Надежда умирает последней, конечно. Если, соответственно, у Дуза, Дестройер и Слардар свое выформят, там мало вообще шансов практически не будет. 3-7-сот. Что реально можно Хекс купить? Ну вот, врыв на Виспу. Виспу даже, не знаю, на Крип. Улетает он на Виномансера. Просто делать Топау. Это плохая идея была! Баш пройдет! Нет, просто Остана забирает. Врывается еще Бетрайдер. Погоня здесь за Виномансером. Но слишком далеко он уже ушел. Не получилось Блинка его поймать. Врыв от Урсевича. Сразу аршит на Бетрайдера. Шторм не хочет особо подставляться. Неплохая плюха прилетает. Отправляют домой здесь Урсевича. Шикарный ульт от ВД. Но, правда, ВД сам отправляется под фонтан. Еле-еле выживает Висп. На пол ХП уходит он домой. С плазмофилом гнался Рейзор за Дестройером. Ну, здесь тоже спокойненько на Тернаквилах уходит. У него 390 МС. Дестройка Куразора 465 МС, но это на фейзах. Так, 409. Ну, можно было погнаться. Но это, опять же, за вышку идти. А это слишком опасно. Там словишь, опять же, Астрау. Уй, смысла никакого. Так, ну что ж, 17-20. 17-20. И если ПР вытащат в четвером. Это будет круто. На самом деле. Притом же, преимущество они, конечно, слегка потеряли. Ну, блин, в четвером, понятное дело, что тяжело. Но зато погалдеют 10 тысяч преимущества. С чем того, что, как бы, 19 минут игры. И уже Рошан, уже через две минуты очередной Рошан. Уже третий вместе с сыром. Ну, купите ему что-нибудь. Купите ему шоколадку. А что ты на него повесил ту урну? А, себя ж не вычеришь в ловы. Ну, да. Форстафф у Дестроера, но следующим артефактом, скорее всего, не стал он почему-то покупать МЕК, а кто будет тарить МЕК? Будет вообще МЕК. Да, будет МЕК. У ВИСАДЖЕ. Через 400 галды, он не стоит обучить старик БКБ. Ну, по-любому тарить БКБ, как ни крути. Следующим артефактом. Кстати, шторму бы тоже не помешало. Пурн-поп. Смотри на меня? О, что я потерял. Ну, на регене можно летать бесконечная минута. Ну, что ж, может быть, хотя бы за этого Роша на Дуза Гейминг подерутся. Как бы, даггер есть, все есть, Огр Клаб. А почему Огр Клаб? Почему не Форстафф? Ну, два шикарных даггера у команды Дуза Гейминг. И Форстафф у Дестроера. Так что врыв будет замечательный. Кстати, даже вардов нету. Есть вот один. Очень клевый вард. На кого врыв? Накрепил, что ли? Ну, ладно. Змейки уже готовы. Ну, и по таймингу пошла банка. Чекают никого. Шторм должен уже в мид лететь. С такими темпами. Вышка-то еще цела. И причем и Т1 в боте. Да вообще все вышки у команды ПР в целы. Что нельзя сказать о команде. Дузы у дуза осталось только Т2 Таура. Никто пока не хочет фармить Рошана. Понимает то, что это будет больно. И Ли с Вовреми находит в сель. И вроде как бы с интри нету. Можно прочекать. Еще Арсевич. Господи, с 4 столбами. Батрайдер на фэрфлай думал тут кого-то цепануть на иншитах. Но тут никого нет. Зато теперь ПР знает то, что их ждут. А Шторм в это время спокойно душой забирает с вышку. Потихонечку, понемножечку, но забывает. Так, ну что, врыв. Без шторма. Серьезно, да ну, ребят. Да ну, хорош. Так, ну что. Под смог ему вернуться обратно на Рошана. Можем было, конечно, разменять вышку. Успеет ли? Да успеет. Успеет, успеет. Батрайдер. Памилляра уже здесь. Должны отходить. Прилетает. Банк врывается в Батрайдер. Он на Розора. Розора откладывается в БКБ. Дестройер пошел. Ульт неплохой. Тут уже, тут как тут Шторм. Пока что все живы. Но посмотрите, как КП кончается в Бузагеймах. Минус. Слардар выкупается. Минус Висаж. Виномансер тут по фэрфлайу бегает. Но ему пофиг. Он нахиле от Виспа. Минус Батрайдер. Минус 4 делает ПР. 4 в 3 размен. Даже 5 в 3 размен. С учетом того, что Слардар выкупился. Правда, некий пока что убивает Рошан. Нужно ждать пока у лестницы Урса. Но я же говорю, тут Шторм неплохих дел наделает. Ну и Слардар вместе с Дестроем не выформили свои. Если бы Дестроера было бы БКБ, все было бы совершенно все по-другому. И будет, наверное, еще одна драка за Рошана. Что-то мне так подсказывает. Хотя вот Сурса можно сейчас быстренько пролететь. А он уже, вот он. Ну да, все, сейчас быстренько заберут Рошан. Не будет еще одна драка за Рошана. Фамильяр тут падает. Ай-яй-яй, ну ты, что ты? Такой тупой слив. От ПР-ов. Шторм вообще шикарно влетел под фамильяров, а отправился под фонтан. Шик. Слов нету. Я не знаю, зачем он это сделал. Так, Файрфлай готов. Бтрайдер сейчас будет врываться. Врываться пока ни до кого не допрыгнет. Нужен Вижен. И БКБ у Шторма. Но вышку Дуза сейчас должны забирать. Дайяр's middle tower is under attack. Дайяр's structures are fortified. Пошел Глиф, ребята хотят дефить. А как дефить-то втроем? Причем один ливер. В это время, как нежданно, негадно на двух дагерах врываются Дуза Гейминг. И просто делает окончательный минус два. Забирает вишку. Пролетает Висп. С Урсевичем быстренько рассыпается. Врывается Шторм. Врубает БКБ под аршином. Забирает он Дестройера. Должен сейчас забирать Бэтрайдера. Быстренько улетать отсюда. Нет, выбили только Аегу. Но все равно, смотрите, что Шторм творит-то. Три пауки, вот Шторма. Батное дело, что Селедку сейчас драться не будет. Он просто сейчас заберет ВД. На дагере, врыв! Ну, пять в четыре. Ну, тут Аега. Аега вроде была, да? У Слардара. А, нет. У кого была Аега? У кого была Аега? Блин, я не просадил, у кого была Аега. Но все равно, даже в 4 и в 5 БР не показывают неплохой тимплей. Счет 27, ой, 27, 28-29. Ну, все, не переконтролишь. Кстати, сыр. Должен же был быть сыр. Ну, и сыр я что-то профукал. Ну, что-то все профукал. Очень нехорошо, как-то это. Так, ну что у нас после драки-то? В нули? Да, дуза потихонечку реабилитируется в этой игре. Вытягивает графики к нулям потихонечку. Ну, по экспил уже практически вытянули. По голде, ну, неплохо еще вытянуть надо. Хотя еще несколько драк. Там, хотя бы 2 в 5. Я думаю, этот график нормализуется. Так, ну что ж, Мекка практически уже агоним есть у Исиджа. Три фамильяра с соточкой атаки. Это больно. Особенно под Куражом. Ну, Слордар еще купит какую-нибудь Кирасу. И тогда уже вообще Пеша пропала. В Шторм, конечно, персонаж прикольный. Вот сливает он Бэтрайдер, Дестроер, АВД. А вот Слордар со Слордаром и Исиджем проблемки. На всех его не хватит. Хекс нужен, опять же. Желательно 2. Дайте 2. Такие же в Диабло бегали в 3-м акте, если не ошибаюсь. А 2-й. Ну, на фарме хармить, мне не буду мешать. Кто-то застестил, наверное, пацана. Ну, опять же, не форстаф, а БКБ. Все понятно почему, что быстренько цепляют все эти аршиды, все эти гели, все эти тизеры. Все это не нужно. Нужно покупать БКБ и разваливать кабины. Не знаю, на самом деле, почему Доза Геймер не забирают вышки. Как бы, вот вышка стоит, полхп. Вот вышка стоит, полхп. Лишняя голда, почему бы и нет. Ну, хотя, в принципе, им и так неплохо вроде на своей линии, на своей части карты фармиться. Ну, вот и долгожданно гоним. Еще вот 16-й левел, лапунг, было бы вообще шикарно. Жалко, что на улице ничего купить нельзя. Ну, то реально лишний хекс бы вообще не помешал. Ну, что, у нас тут размин вышками. Вполне адекватно, Т1 на Т2. Можно, конечно, включить глиф, которого нет. Но Доза Геймер идут дальше, идут в наглую, идут по топу. Сейчас сразу заберут Т2, но я думаю, так же будет, так же они пройдутся по боту. Надо только побыстрее вернуться, побыстрее вернуть, забрать вышку. Нет, нет, не решаются забрать вышку, сразу сделают Т2-ауты. То куда? Ой, сразу Дестра поймали, ставят его под аршит. Минус Дестройер. Порывается еще и Висер. Шикарный ульт от ВД. Умирает здесь Веноманстер. Умирает здесь и Висп умирает. И Рейзер. И 3 в 3 в итоге размен. Шторм еле живой. Но зачем сюда одному ТП делать? Ты знаешь, что в другой противоположной команде Шторм с аршидом, который может в любой момент ворваться и цепануть. Понятное дело, что как бы я домой же лечу, тут же стены там не зайдут же, не влетят. Влетели. Но так бы Дестра тоже бы рассказал. Что почем. Размен был бы 2 в 4, я думаю. Может быть даже и 2 в 5. А Урс там вроде не было. Непонятно. Качельки. Ну, ВД на самом деле шикарно. Ульты ставят. Если бы у него еще Аганьем был бы, там вообще забей. Никто не нужен был бы. Там одна ульта бы все сделала. Что-то выфармливаешь. А, тоже хочешь БКБ что? Нет, как раз и Ганя хочет паренек. Да, против Шторма как раз БКБшечку. Шикарно было бы. Всем БКБ. Бояться было бы нечего. Ну, Дестра далековато от БКБ, у него только Огрглаб. Ему еще Метрио Хаммер, а это еще 700 галды, еще рецепт. Ну, ему еще 2000 фармить надо. Вернее, 3000. Считай, путаюсь. Ага, Блудстоун. Тоже неплохо. Что за стены такие? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это врывы. Посмотрим, что здесь делает сейчас Шторм. В отстрелу себя прячет Дестроер. Вист рассыпается. Драка продолжается. Здесь рассыпается также Виномастер. Шторм окончился. БКБ его цепляет под стан. Еще и Баш прокает. Еще под ультой, но успевает улететь. Тут Рейзер. Ай, какой блин, какой стан. И все-таки суицидится через Блудстоун. Не успеем последнюю тычку сделать. И три паукил. Ну что, дальше пойдешь? Не, ну очень веселая игра. Счет того, что 33-я минута игры, а счет 35-36. Это круто. Это не китайская Дота. Так, у Рейзера. Монто Стайл. Не знаю, будет ли он собирать Монто Стайл. Или же все-таки купит себе Сашку. Шторм, он ругался. И опять же Рошан. Ну, конечно, плохо то, что вот эти 4000 не идут никуда. Вообще никуда. Но можно было бы там, не знаю. Минус Рейзер. Врывается Шторм опять же. Должны сейчас убивать Слардара. Да, под Аршидом. Рейзер все равно не выживает. Не успел его Висп выхилить. Погоня за Бэтрайдером. Бэтрайдер минус. Минус 2 делает Шторм. Продолжается. Погоня у Шторма уже нету. Маны, но дальше он полететь просто не может физически. Просто не на что лететь. Ну, вот такие четкие минус 2 это залог победы для ПРов. На самом деле, я не знаю. Попытались убить Разора. Конечно, Разора убили. А еще и Лусу забрали. Чуть не понял, как это произошло. Ну, да ладно, не суть. Ух ты ж. Висп рядышком. Так-то. Можно и пожалеть. БКБ про ТКД. Баночка прилетела. Сейчас фумиляры будут падать. Нет, успевает. Успевает улететь здесь Шторм. Что, на развороте будешь драться? Ну, зачем? Да, будет драться на развороте. Сразу Аршид подбирается в Астралу. Отличный ультат Виномастера. ПТФСА Виномастер здесь не выживает. А Шторм продолжает драться. Опять получает банку по голове. Ну, это надо уходить. А то можно еще и Виспа отставить. Виспа, кстати, еще Мека есть. Но на Мекку нет МП. И в итоге 38-38. БКБ появляется у Батрайдера. Ну, Дестроера нужно БКБ. Как никому. А Рошан стоит. Ну, Фамильяра, конечно же, чекует. Не забирает ли противника Рошана? Эть. Посмотрите, у каждого Фамильяра 160 демэджа с руки. Понятное дело, что эти плюшки кончаются. В итоге, сколько они за 2 секунды наплюют кому-нибудь под куражом? Они же его сбреют. Понятное дело, Дулзо Гейминг не должен еще сдавать. Очередного Рошана с сыром. Врывается тут Рейзер. Откидывается Плазмофилдом. Но это особо не влияет на команду Дулзо Гейминг. Пошла ульта. Врыв Батрайдера. Пошло Лассо. Стан. Ульт. БКБ пытается уйти, но никак. Тут уже врывается Урсевич. Тут просто получает один микробаш. И из него не выпускают. Врывается Шторм. Опять же. Ух, какой врыв. Посмотри. Сразу прям Пассан с Лордарой. Посмотрите, какие плюшки врываются. И убивают. Все-таки не знаю, почему тут Шторм на салон. Надо было сразу улетать дальше на ульте. Минус вис. Минус три делает команда Дулзо Гейминг. Разроту тоже не отпускает. Минус четыре. Но остается только забрать Виномальсера. Но не о чем. Врываться может только Слордар. У него 200-300 силий. ХП искать так не стоит. Спокойно сейчас заберут Рошана. Я думаю, повезет заберут парочку Т2 Товаров. И тогда уже будут захотеть Хайграунд. Сыр можешь сожрать прямо сейчас. Я разрешаю. Он молодец. Иногда я себя скажу, что без причины Диа Миттл Тауэр умерла. О, спите. Есть хороший причин, чтобы сказать это. Ахаха. Диа Миттл Тауэр с Урсой. Они тоже, в принципе, особо не помешают. Пошел Глиф. Вот сейчас через 5 секунд треснется Шторм. Тогда уже будет какая-то вечеринка. Манок, кстати, у Бэтрайдера практически нету. Аганимда собрался в ВД. Отправляется под фонтан. Урсевич не успел даже Клэп особо толком дать. Падает вышка. Пошел Гель. Шикарный. У двоих на Бэтрайдера сразу Сайленс. Но, посмотрите, БКБ рассыпался. Сландар пытается насувать Шторму. Шторм все-таки на развороте. Каким-то образом насовывает Бэтрайдеру. Ой, какая ульта шикарная от ВД. Полетала по Веномансеру со Штормом. Ну, это ГГ, ребята. Ну, 4 в 5 вытащить очень тяжело. Это надо такие грамотные мувы делать, что вообще забей. Ну, и пик должен посильнее. Конечно, Шторм это прикольно. Но, сами видите, то, что небольшой микростан и Шторм уже ничего не может. Он прорезет в таком вот футболе под фонтан. Вместе с Разором. Выкупается и говорит, я тебя не отпущу. Ты что? Ты что? Нет. Дальше не полетит. Ну, понятное дело, не полетит. Их там трое. Опять же, банка попадет по голове. Свардар уже опять не выпустит. Накинет свой стан и еще пару микробашей пройдет 100%. Ну, если уже Висаж и Дизоль, то... Нет, нет. Не сегодня, ребят. Не сегодня. Может быть, когда-то потом, но не сегодня. 47-40. Ну, и готовьтесь, ребят. Уже скоро, 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 совсем скоро после этой игры будет розыгрыш. Сетика на Думбрингера. Вот еще раз я ссылочку скину в чатике. Для того, чтобы получить сет... Что нужно, чтобы получить сет, написано. Все увидите, перейдя по ссылке. Розыгрыш остается сразу после завершения этой игры. ПР не сдаются. Банка. И вот он, станус Лордара. Еще один микробаш. Отключает БКБ. Сразу пытается разорвать и набить ВД лицо за то, что нельзя так банками раскидываться. А сам отправляется под фонтан. Пара-пара-пам. Ну, тут ребята уже, не знаю, на последних пытаются что-то тут мутить, что-то какие-то могут делать, какие-то минусы. Ничего не получается. К тому же у Дестроер уже есть БКБ. Ну, наверное, уже давненько. Ну, все, ребята выформили то, что им нужно, о чем я говорил. Еще Кирасу, Кеслардару и все. Вообще, больше ничего не нужно. Висаджа, дизайн. Это когда у саппортов такие артефакты, это говорит то, что команда уже фанится. Так, ну что, врыв на Виспа. Раз, два, три. Ну, грубо говоря, три с половиной плюшки пережил Висп. Четыре бы уже не пережил. Ну, конечно же, ГГ. Конечно же, ГГ. Две грандиознейшие победы сближались в Недузе Гейминг. Хотя, если бы был Урса, еще неизвестно, как бы все это закончилось. Ну что ж, ребята, спасибо, что смотрели. Старладдер от моего лица. Комментировал для вас Тиран. Спасибо всем, кто смотрел меня онлайн. Спасибо всем, кто будет смотреть это в записи. Ребят, подписываемся на канал, оставляем комментарии, ставим плюсики. Ну, а мы идем на розыгрыш с Эттен Думрингера.